Продолжение следует... Ну а сначала, как всегда, несколько вводных слов и анонсы на будущие вебинары, будущих вебинаров. В самом начале чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академии, на главную страницу, где находится расписание всех вебинаров. На главной странице всегда находится расписание на текущую неделю, и внизу страницы интерактивное расписание на весь учебный год. Вот в этом интерактивном расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые будут в будущем до конца нашего учебного года в июне месяце. Кроме того, прямо из этого расписания вы можете познакомиться с записями всех вебинаров, которые уже прошли. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube и отвечает на вопрос, будет ли вестись запись этого вебинара. Если она ведется, а ведется она всегда у нас, за редким исключением, то в конце каждой недели появляется запись этого вебинара. Ну вот, последнюю порцию я выложил вчера, за последнюю неделю, и число записанных вебинаров на нашем видеоканале стало ровно 270. Вот, этот вебинар тоже туда попадет. Ну а теперь про два следующих вебинара. На этой неделе и на следующей неделе будет много вебинаров от меня. Так получается, что я иногда появляюсь в большом количестве, а потом меня некоторое время нет. Вот так наше расписание составлено, исходя из остальных наших работ. Вот, на следующей неделе будет целых три моих вебинара. Все из них я представлять пока не буду. Представлю первый, который пройдет 9 апреля, в понедельник. Этот вебинар, один из двух вебинаров, которые будут посвящены работе спикера вебинара. То есть, как преподавателю подготовиться к вебинару и провести вебинар, если он это никогда раньше не делал. Ну или если это делал, то получить соответствующие рекомендации по тому, как готовиться к вебинару. Так вот, 9 числа первый вебинар из двух будет посвящен теме подготовки материалов вебинара. То есть, подготовки того контента, учебного, который вы будете использовать в процессе вебинара. Презентации, PDF-файлов, картинок разных, ссылок, текстов и так далее. Ну и в 10 числа, да, а в конце недели, в пятницу, если не изменяет память, у меня будет второй вебинар на эту тему, который будет посвящен, собственно, работе спикера в процессе вебинара. Это риторическая часть, это организационная часть, что делать при вебинарах разной мощности, когда у вас 10 человек, 100 человек, там, 500 человек. Как организовать работу помощников, если они у вас есть, что отвечать в чате и так далее, и так далее. Ну и вот, 10 числа я хотел бы представить, у нас будет такой топовый вебинар. К нам придет ректор Костромского университета Александр Наумов. Александр Рудольфович подтвердил свое участие, вот не далее, как сегодня. И его тема, такая примерная тема, Википедия в университете. Ну, Александр Рудольфович, наверное, единственный человек, единственный ректор в России, который является активным википедистом. И у него накопился богатый опыт, что же делать со студентами, как их вовлекать в Википедию, чтобы, с одной стороны, они понимали, что это не абсолютный ресурс, а ресурс с некоторым уровнем достоверности, который надо проверять. А с другой стороны, сами активно вовлекались бы в строительство контента в Википедии, исправляли бы его. И даже в порядке выполнения каких-то студенческих заданий делали бы какие-то статьи. Вот, это такой очень интересный опыт, и Александр с ним поделится. Я думаю, что в любом случае выступление ректора российского вуза, одного из крупных российских вузов, будет очень интересно для вас, и я приглашаю на этот вебинар. Ну что ж, а сейчас разрешите начать наш вебинар. Наш вебинар посвящен нашему проекту, который называется «Ортотека». Давайте я сразу его ссылку дам в чате. Одну минутку. Вот ссылочка, чтобы попасть на главную страницу «Ортотеки». Обращаю ваше внимание, что «Ортотека» – это часть нашего объемлющего проекта, которым называется «Артпортал». Это его структурная часть, но настолько важная структурная часть и настолько особенная, что она выделена в отдельный проект. У этого отдельного проекта своя экономика, свои правила и так далее. Так что же все-таки такое «Ортотека»? «Ортотека». Ортотека, да, вот если вы переходите с главной страницы нашего артпортала, то переход к «Ортотеке» происходит по вот этой вот кнопке в меню, справа внизу. Вот, и тогда переходите на ту страницу, которую я вам явно задал в чате. Что же представляет собой «Ортотека»? «Ортотека» – это подписной сервис, типа такого электронного журнала. Каждые две недели в «Ортотеке» выходит новый выпуск. Выпуск представляет собой то, что называется «Long Read», то есть страница для длинного чтения. И, как правило, содержит большое количество иллюстраций и достаточно большое количество текста. Очень часто в «Ортотеку» помещается целая книжка. Мы некоторые наши выпуски «Ортотеки» делаем на основе выпущенных ранее издательством «Директ Медиа» совместно с издательством «Комсомольская правда» книг по искусству из цикла «Великие художники», «Великие музеи» и так далее. «Великие архитекторы». Есть и другие выпуски «Ортотеки», которые более мультимедийные, построены на другом материале. Иногда это совершенно авторский материал новый, который пишется и создается специально для «Ортотеки». Иногда это посвящено какому-то событию, какому-то юбилею, выставке, которая проходит, например, в ЦДХ или где-то в другом месте. Иногда это просто плановый какой-то выпуск. Часто выпуски посвящены, ну не часто, но достаточное количество выпусков посвящено отдельным полотнам. И там у нас применяется технология, которая называется «Интерактивное путешествие». В том случае, если произведение есть у нас в отличном качестве, то есть с большим разрешением, иногда даже с гигапиксельным разрешением, на его основе можно сделать интерактивное путешествие. Ну и примеры таких интерактивных путешествий мы с вами рассмотрим чуть позже. Основную часть артотеки, выпусков артотеки составляют выпуски о художниках и о музеях. В последнее время большое внимание мы также уделяем архитекторам. Несколько выпусков уже было посвящено, четыре, если не изменяет память, было посвящено великим архитекторам. Давайте пойдем дальше и посмотрим состав нашей артотеки. А для начала я хотел бы сказать, что сегодня я только упомянул о арт-портале, который является объемлющим проектом для артотеки. Но подробнее о самом арт-портале вы можете посмотреть запись нашего вебинара, который недавно относительно проходил, 25 января. Вот там было подробно рассказано об арт-портале, как он работает, каков его функционал и интерфейс. Если интересно, вот просто пройдите. А, да, я прошу прощения, я забыл в общий доступ положить презентацию. Вот сейчас выкладываю в общий доступ и можно ее использовать, скачивать. Так вот, можете скачать презентацию и перейти по этой ссылке, посмотреть, что же это был за вебинар, послушать его. Кстати, да, одно ноу-хау. Если вы не знаете, да, ну вот, когда человек ведет вебинар, то обычно темп его речи меньше, чем требуется для того, чтобы понять, что происходит на вебинаре. Поэтому есть, для тех, кто смотрит в записи вебинара, есть одно ноу-хау. Приходите на YouTube, выбираете тот вебинар, который записан, и в настройках выбираете скорость 2 или 1,5. И сразу у вас сокращается время, за которое вы вебинар можете посмотреть. Очень удобно, очень удобно именно в вебинарах, потому что в вебинарах темп речи очень высокий, на протяжении часа выдерживать не удается. Вот, в результате, просто просмотр вебинара иногда достаточно нудное занятие. Ну что ж, идем дальше. Итак, на нашем, да, вот некоторая вводная часть, все-таки по поводу арт-портала. Последнее время мы, конечно, существенно пополняем объем арт-портала, но это не главное. Мы, нарастив какой-то объем, стали основную часть нашей энергии тратить на то, чтобы улучшить качество тех материалов, которые у нас есть. Улучшения идут по разным направлениям. Во-первых, мы пытаемся найти изображение в лучшем качестве, с лучшей цветопередачей и с лучшим разрешением, главное. А иногда вот разрешение, оно совершенно умопомрачительное. Вот один из примеров это явление Христа народу. Чуть попозже я вам покажу. На основе этого полотна у нас сделано интерактивное путешествие уже в ортотеке. Ну и второе направление это улучшение атрибутики произведений, улучшение тех записей, которые сопровождают произведения, появление дополнительной информации, иногда дополнительная текстовая информация, объясняющая не только атрибутика и так далее. То есть мы наращиваем не только вес, но и, так сказать, качество нашего продукта. Ну теперь все-таки давайте перейдем к ортотеке. Вот главная страница ортотеки выглядит примерно так. Это набор плиток, при нажатии на который появляется соответствующий выпуск. Если вы подписаны на Википедию, прошу прощения, если вы подписаны на ортотеку, то вам открываются все выпуски. Если не подписаны, то все равно часть выпуска остается для вас доступной. Они подписаны значком демо. Их можно посмотреть и их сейчас уже, если не изменяет память, 7 или 8. В конце презентации я вам покажу, какие именно это проекты бесплатные. Ну и сами вы можете догадаться по значку демо. Внизу набора плиток есть еще кнопка, которая позволяет расширить экраны. Там появляются новые и новые выпуски. Всего в настоящее время около 60 выпусков опубликовано и уже подготовлено порядка 63-64 выпусков. То есть еще некоторое количество в запасе есть. Они публикуются, повторюсь, каждые две недели. Вот очень краткий состав. Даже это не состав, конечно. Это просто некий набор, на основе которого я хотел бы вам показать, что у нас есть в Википедии. Это достаточно старый список. Тем не менее, чему посвящены наши проекты? Есть проекты, посвященные творчеству, различным видам художественного творчества конкретных стран. Искусство Египта, искусство Китая, искусство Японии. Вот принадлежат к этим образы Италии. Итальянское возрождение, Северное возрождение. Есть проекты, посвященные конкретным людям, архитекторам или художникам. Вот, например, Бальтазар Нойман. Да, ну, дальше будет много таких. Есть, которые посвящены отдельным произведениям. Например, Александр Иванов, Явление Христа народу. Иероним Босх, Райад в картинах Иероним Босха и так далее. Есть те, которые посвящены направлениям. Например, искусство скульптуры. Вот, пейзаж тоже посвящено направлению, отдельному направлению. И большое количество, как я сказал, наших альбомов построено на основе наших предыдущих произведений. В данном случае это книги, которые издавались издательством Директ Медиа. Из цикла «Великие музеи», «Великие архитекторы», «Великие художники». Их там около 300 книг. Вот, и некоторые из них мы используем, делаем их интерактивные версии. Вот, большую часть наших выпусков представляют именно такие интерактивные версии наших книг. То есть, в таком одном интерактивном произведении, в одном выпуске, как правило, там от 50 до 100 произведений искусства. Плюс достаточно обширный текст, где-то около одного-двух авторских листов. Иногда появляются дополнительные какие-то возможности по представлению данного материала. Иногда появляются видеоматериалы дополнительные или специальные слайдеры, вот где это все можно посмотреть. Ну и давайте я вкратце пройдусь по тем арт-проектам, которые были, ну, относительно в последнее время созданы. О самых первых говорить не буду. У нас, кстати, в ближайшее время будет такой небольшой юбилей. У Ортотеки будет три года уже. Вот, сначала мы выходили каждый месяц, потом выходили каждые две недели. Вот, и будет еще один вебинар уже в конце июня, который будет посвящен трехлетию Ортотеки. А сейчас я вам очень вкратце расскажу про те проекты, которые, про те выпуски, которые были опубликованы, ну, примерно за последний год. Как я уже говорил, достаточно большое внимание уделено музеям. Вот, в частности, один из интересных выпусков, который был сделан в 2017 году, это музей Дорса. Вот, хороший выпуск, он мне очень понравился, я его делал. Вот, ну и слева вы видите выпуск, который называется «Мамонтовский художественный кружок». Наверное, об этом виде я вам не совсем рассказал. Есть у нас выпуски, которые посвящены не отдельным художникам, а художникам, отдельным кружкам художников, да, или сообществам. Вот, как вы знаете, особенно много таких сообществ было в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20-го века. Ну, началось это все, наверное, с передвижников в России, вот, а потом этих кружков в начале 20-го века стало, ну, очень большое количество. И многие из этих художественных кружков и объединений мы описываем в виде отдельных выпусков, вот, потому что не всегда удается рассказать об отдельных художниках из этих сообществ прямо в виде отдельного выпуска. Но они все равно требуют упоминания, как история нашей культуры. И вот в составе художественных кружков они все хорошо описываются. Вот, «Мамонтовский кружок» — это один из таких вот, если не изменяет память, 5, 6 или 7 у нас выпусков посвящены художественным объединениям. Ну, и, наконец, «Сад земных наслаждений» — это наш первый опыт в создании интерактивных путешествий по отдельному произведению. «Сад земных наслаждений» — это триптих, Босха, самое известное его произведение. И у нас есть целых два интерактивных путешествия по «Саду земных наслаждений». Одно из них — это путешествие по основным сюжетам триптиха. А второе путешествие, оно такое немножко смешное, называется «Зоосад земных наслаждений». И там попытка описать и показать всех животных, которые нарисовал Босх на своей картине. Вот, мы их там насчитали больше двух сотен. Ну, на самом деле, их там около тысячи изображено, но многие из них такие в виде точек, стаи и так далее. Основных мы показываем в нашем интерактивном путешествии. Вот еще пример следующий. Вот «Голубая роза» — это тоже объединение, которое написано. А два других — «Галерея Боргеза» и «Национальная галерея Прага» — это выпуски о музеях. Тут два выпуска посвящены отдельным художникам. Это Марк Шагал и Сальвадор Дали. А выпуск «Мир искусства» посвящен художественному объединению. Вот это одно из художественных объединений 20-го века. Начало 20-го века в России. «Галерея Академии Флоренции», «Национальная галерея искусства Вашингтон» — это о музеях. А вот очень интересный выпуск был у нас в прошлом году, который назывался «Абердинский бестиарий». «Абердинский бестиарий» — это вот такой особый выпуск. У нас пока больше не было, хотя хотелось бы, наверное, сделать. «Абердинский бестиарий» — это выпуск о одном единственном произведении. В данном случае это не произведение художественного искусства, а книга, фолиант, рукописная книга, которая хранится в середине средних веков, которая хранится в Абердинском университете. А вот Абердинский университет недавно сосканировал эту книгу с хорошим качеством и выложил ее на свой сайт. К сожалению, там все представлено в академическом стиле, доступ к страницам не очень удобный, хотя разглядеть все можно, но вряд ли именно так надо показывать. Тем более, что объяснения достаточно приведены на английском языке и не всегда достаточны, и интерфейс не очень хороший. В результате мы, использовав эти изображения, сделали собственный проект с достаточно большим пояснительным русским текстом. Мы вытащили оттуда все иллюстрации в высоком качестве, представили эти иллюстрации в отдельных слайдерах, а также на основе некоторых страниц, наиболее интересных, сделали микроинтерактивные путешествия, состоящие примерно из пяти точек на каждой странице. Если такое полноценное интерактивное путешествие может содержать несколько десятков или даже сотню точек интереса, то в данном случае это такое микроинтерактивное путешествие, которое мы для нескольких страниц сделали. Кроме того, мы, как я уже сказал, все иллюстрации в высоком качестве оттуда вытащили, а также у нас там есть сборник буквиц из этого произведения. Там, конечно, это произведение интересно не только тем, что оно богато проиллюстрировано, но и тем, как оно написано. То есть там сама роспись представляет из себя, сам текст представляет из себя произведение искусства, и в частности те буквицы, которые там были нарисованы, они все разные. Почти для каждой буквы есть свое представление, и все очень интересно. И вот они тоже помещены в отдельный слайдер, который очень интересно разглядывать. Следующий очень интересный проект, который я хотел бы вам представить, это Зинаида Серебрякова. Этот проект был сделан, ну, можно сказать, по горячим следам, или даже немножко опережая события, которые в прошлом году произошло. В прошлом году Третьяковская галерея провела большую выставку работ Зинаиды Серебряковой, крупнейшую выставку за последние 40 лет, если не изменяет память. И вот к этому событию мы приурочили свой выпуск, свой выпуск работ Зинаиды Серебряковой. Здесь у нас такой очень особенный проект, не похожий на другие, несколько слайдеров хороших. Ну, и в конце у нас представлен интерактивный материал в виде оси времени. Я хочу как раз вас с ним познакомить сейчас. Это автопортреты Зинаиды Серебряковой. Сейчас я лучше скопирую ссылку. Вот так вот. Можете посмотреть это прямо сейчас. Ну, это было, в общем, естественное желание показать такую интерактивную вещь, потому что Серебрякова, она очень много рисовала себя. И даже когда рисовала других, то часто рисовала все равно себя. Да, вот мы собрали все известные автопортреты Зинаиды Серебряковой и разместили их по оси времени в порядке их написания. И вы можете с ними познакомиться вот сейчас вот здесь совершенно бесплатно по вот этой ссылке. Еще один интересный выпуск, да, Эдуард Мане, замечательный французский художник. Вот, в свое время эпатирующий публику. Совершенно интересные вещи у него, которые были новаторскими на тот период. Вот, хороший текст в этом выпуске тоже вам предлагаю. Ну, и еще один выпуск, особенный выпуск, это «Звезда пресветлая». К прошлой Пасхе сделали мы этот выпуск. Он посвящен иконографии чудотворных икон, богородичных икон. Вот, там большой текст, правда, текст адаптированный к современному русскому языку, а написанный в начале 20 века. Там большое количество икон, несколько сотен. Вот, они размещены в виде слайдеров. В общем, это тоже тот проект, который, скажем так, не является стандартным, а такой очень интересный, очень своеобразный. Следующие два проекта. Один из них посвящен художнику, нашему великому пейзажисту Ивану Шишкину. Следующий проект посвящен опять группе художников, «Товарищество передвижных художественных выставок» про передвижников наших. выпуск посвящен. Ну и последний проект, он опять немножко отличный от предыдущих. Это про нашего современного художника, к сожалению, рано ушедшей от нас девочке Наде Рушевой, которая уже в детском возрасте показала себя зрелым художником. И у него очень интересные рисунки, иллюстрации и так далее. Ну, в данном случае сама структура этого проекта, она несколько иная по сравнению с другими проектами. Там и очень особенный текст, много цитат, много пояснений, большие пояснения к отдельным картинам. Пришлось менять структуру. Там такие интересные слайдеры, немножко другие, нежели обычно, с большим пояснением слева и с картинкой справа. Следующая тройка наших выпусков – это первый, последний день Помпеи. «Последний день Помпеи» – это еще один вариант интерактивного путешествия. Это картина с большим количеством деталей, с большим количеством персонажей. И эта картина представлена в гигапиксельном качестве, поэтому по ней можно производить с большим увеличением проводить прямо интерактивное путешествие. То есть перемещаться между фигурами, делать пояснения и так далее. Ну, я вам еще немножко покажу чуть позже состав этого произведения в виде небольшого видеоролика. Следующий пункт – это опять группа художников, союз русских художников, тоже начало 20 века. Вот еще один представитель этого класса. Ну и, наконец, совершенно замечательный выпуск, который называется «Музей Ватикана», «Микеланджело», «Рафаэль Санти» и так далее. То есть там просто картины такого качества, мимо которых нельзя пройти. Можно было сделать много выпусков, но такая концентрация гениев на небольшую площадь, как в Ватикане, она редко где присутствует. И вот сделан такой выпуск. На мой взгляд, один из лучших выпусков. Заха Хадид – это… Ей мы начали выпуски, посвященные архитекторам, современным архитекторам. У нас уже был до этого один из старых проектов, посвященный Бальтазару Нойману, а вот это первый выпуск, посвященный современным архитекторам. Нас, кстати, много просили делать выпуски, больше выпусков про архитекторов, и вот мы прислушались. В этом году их стали делать больше. Совершенно завораживающая архитектура, новая, броская, интересная, апеллирующая к каким-то аналогиям в животном мире. Вот для наших выпусков, посвященных архитекторам, мы создали новый дизайн, потому что архитектуру надо показывать во весь экран, и у нас много хороших фотоснимков, которые желательно посмотреть на весь экран. Поэтому у нас другой вид слайдеров, которые позволяют смотреть эти произведения в полном экране. Еще один интересный европейский музей, который мы представили, это Венгерская национальная галерея. Ну и прошлым летом, после того, как... Ну, трудно так сказать, что приурочено, но после того, как ушел из жизни один из интереснейших современных русских художников Илья Глазунов, мы сделали выпуск, посвященный его творчеству. Тоже очень интересный выпуск, хотя сделан он в такой достаточно стандартной манере, но интересен просто хотя бы тем, что Илья Глазунов очень специфический художник, очень интересное у него творчество. Раннее творчество отличается от позднего творчества. Есть совершенно замечательные работы. Есть работы, которые прямо просятся, чтобы сделать по ним интерактивное путешествие, но, к сожалению, мы пока не нашли этих картин в достаточном качестве, чтобы можно было это делать с достаточно хорошим увеличением. Коллеги, слышно меня или нет? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышите. Надежда, ну тогда, наверное, тогда, наверное, это что-то у вас. Попробуйте перегрузиться, перевойти в вебинар. Спасибо. Еще один очень интересный проект, посвященный Рубенсу. Да, ну и тут это вполне стандартный проект. Ну, стандартный, кроме того, что, конечно, Рубенс, несомненно, стоит того, чтобы о нем отдельно рассказывали. Это один из величайших художников за всю историю. Вот, ну и здесь, в этом проекте, мы попытались еще и представить вот такой вот небольшой... Так, прошу прощения, я отключу свой телефон, а то у меня кто-то постоянно хочет... Так, вот, так вот. Продолжим. Вот, и это был первый проект, в котором мы применили такое маленькое интерактивное путешествие в виде видеоролика. Я сейчас хочу вам этот краткий ролик показать. Это обзор, краткий обзор, такой визуальный, без объяснений, краткий обзор картины Триграции. Картина тоже в хорошем качестве дана, поэтому ее можно рассматривать подробно. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот такие вот небольшие ролики мы теперь тоже достаточно часто стали делать. Так, теперь уже я вижу, что не только мне плохо слышно. Давайте я постараюсь перезапустить, перевойти. Может быть, есть какие-то проблемы с сервером. Так, ну что ж, продолжим. Как хорошо меня слышно. Давайте поставим еще раз плюсики в чат, если с моим голосом все хорошо, и вы его слышите. Ладно, тогда продолжим. Еще один наш выпуск посвящен бубновому валету. Это тоже сообщество художников начала 20 века. Одно из тех сообществ, с которого начался авангард русский, который сейчас очень высоко котируется как совершенно новаторское искусство, пришедшее из России. Ну вот, если говорить о мире, да, то русская икона и русский авангард – это то, что у нас есть такого совершенно особенного, чего нет в других странах. Вот, то, что пришло из России в мировую живопись. Ну и, наконец, Чикагский художественный институт. Тоже интересное собрание американское. Ну вот, наиболее известное полотно, оно здесь представлено, называется «Американская готика». Вот, автора очень критиковали за эту картину, но критиковали-критиковали, а в конце концов она стала одним из символов Америки. Вот, и присоединилась к тем великим полотнам, которые все знают и все понимают. Еще один проект, посвященный нескольким художникам – это «Школа Венецианова». Тут не столько сообщество, сколько школа, то есть вокруг Венецианова собрался целое такое большое количество художников, которые являлись его учениками. И про каждого из них, может быть, выпуск сделать будет роскошью, но вот про них всех в целом получился такой достаточно интересный выпуск. Ну и тоже про музеи, продолжая нашу серию, это музей изящных искусств в Постане. Кустодиев, ну тут все понятно, художник, который заслуживает, несомненно, внимания. Следующие два наших выпуска посвящены архитекторам – это Растрелли, архитектор, который творил в XVIII веке, и наш современник – Сантьяго Калатрава. Вот два совершенно различных проекта, посвященных очень разным людям, но оба они архитекторы, великие архитекторы своей эпохи. Ну и вот что из нового, да, из новых проектов. Рафаэль Санти, проект, который, а вот я даже не знаю, его уже выложили или нет, наверное, уже выложен он в ближайшее. Проект «Последний день Помпеи» – это тот проект, о котором я вам говорил, и вот давайте я по этому проекту тоже вам покажу такой маленький ролик, который мы создали для него. Это «Интерактивное путешествие». Ну, ролик – это интерактивное путешествие в миниатюре, потому что без объяснений, а только показывает настроение и основные элементы этого произведения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В течение трех минут оставайтесь здесь, я это сделаю и новую версию файла закачаю, чтобы вы могли... Первое, а тут второе и нету, тут одна единственная презентация. Да, ну вот тут такие вот наборы скриншотов больших, вот по Захи Хадид, вот одно из любимых моих зданий Захи Хадид, совершенно замечательное, интересное. Так, да, ну и... Да, не буду сейчас про это говорить, да, но скажу все-таки немножко, да. Я, правда, уже об этом говорил, что у нас есть разные виды выпусков. Вот здесь повторюсь, что есть выпуски. Вот старый вид наших проектов, это интерактивная страница. Вот так они примерно выглядят. Это такой бесконечный холст, который наполнен значками. По этим значкам вы можете перемещаться, щелкать по ним, открываются слайдеры, в которых более подробная информация. Это интерактивное путешествие, здесь оно называется интерактивная карта. Это вот одни из самых продвинутых наших выпусков, посвященные гигапиксельным изображениям великих произведений искусства. Ну и вот Long Read, это такой самый обычный вид нашего выпуска. Это длинная страница со слайдерами, с интерактивом, с различными мультимедийными вставками иногда. Вот это третий вид. Вот так вот выглядит наш первый вид выпусков, который называется интерактивная страница. Это вот слайдер внутри нее. Вот так вот это заглавие. У каждого Long Read есть обложка. Вот так выглядит одна из обложек. Внутреннее содержание такого вида выпусков. Вот примерно такое. Это заглавие. Какая-то заглавная фигура, заглавное изображение. Внутри фигуры сгруппированы по 2-3. И потом, либо в каждой из них есть некоторое объяснение, либо некий общий текст на весь раздел публикуется ниже, в виде такого отщелкивающегося текста, у которого сначала виден только абзац, а потом весь большой текст, он появляется только по вашему желанию, отщелкивается в них, и его можно читать. Вот один из самых объемных наших проектов. Называется «Образ Иисуса Христа в европейском искусстве». Здесь 517 иллюстраций, 8 разделов, 8 интерактивных таймлайнов. Кстати, этот выпуск находится в открытом доступе, его можете посмотреть свободно. Вот один из видов интерактивности, который у нас используется. Это таймлайн, который позволяет размещать произведение искусства на оси времени. Вот здесь вот внесу ось времени. Слайдером можно перещелкиваться, переходить от одного изображения к другому. Ось времени интерактивная, можно масштаб увеличивать, уменьшать, либо тыкать в конкретный вот этот вот шильдик, который описывает конкретное произведение. Вот, в общем, любым способом перемещаться по этой оси времени. Да, ну и, наконец, это наши интерактивные карты или интерактивные путешествия. И вот одно из самых насыщенных, как я уже говорил, это «Ероним Босх». Это целых два выпуска, два интерактивных путешествия. Общим объемом где-то около 250 видов из триптиха садземных наслаждений. Да, вот просто, чтобы вы знали, насколько это, да, вот около 300 даже слайдов, чтобы вы знали, какой это объем, сделано это на основе вот такой вот гигантской картинки. У меня был вебинар, посвященный работе с гигапиксельными изображениями. Вот он, этот вебинар впитал как раз тот опыт, который мы получили при создании таких вот интерактивных путешествий по полотнам великим. И вот, посмотрите, что это за изображение. Это изображение размером 30 тысяч пикселей на, ну, сколько-то там, тоже десятки тысяч пикселей. 30 тысяч на 30 тысяч пикселей – это и есть примерно один гигапиксель, то есть миллиард пикселей. Вот, чтобы представить, что это такое, это если перед вами сейчас экран Full HD, то есть 1920 на 1080, то это примерно 15 экранов. Если показывать пиксель в пиксельный экран, то это примерно 15 экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Огромная стена, там где-то, наверное, 10 на 10 метров, вот такое это вот изображение. Поэтому в этом изображении можно делать увеличение до 20-30 раз без ухудшения качества. То есть, если мы перемещаемся от общего плана к плану с наибольшим увеличением, то это увеличение составит где-то 30-20-30 раз. Вот, обращаю внимание, без ухудшения качества картинки. То есть, можно с каждым увеличением, можно разглядывать все больше и больше деталей. Ну, вот так выглядит это интерактивное путешествие. Одно из интерактивных путешествий. Здесь вот кусочек маленький. Это не самое большое увеличение, среднее увеличение. С левой части триптика. А справа идет контекстная информация, какой-то текст с ссылками, возможно. И контекстное изображение, когда такое удается подобрать. Ну, и тоже большое путешествие. Одно из наших лучших путешествий, потому что там был богатый дополнительный материал. Это Александр Иванов «Явление Христа народу». Там более 50 слайдов. Но интересно то, что удалось показать не только отдельные сюжеты. Ну, и давайте тут где-нибудь, наверное, есть. Вот не только отдельные сюжеты. Отдельные сюжеты описаны отдельно в первой части путешествия. А во второй части приведены аналоги из этюдов Иванова к этому произведению. Как известно, Иванов писал его больше 20 лет. Это огромное полотно. У него периодически менялись взгляды на то, как и что надо изображать. И он около 400 этюдов и эскизов сделал к своей картине. Вот некоторые из этих этюдов мы нашли. И использовали их для того, чтобы показать, как видоизменялись... Как подбирались правильные изображения к картине. Вот в данном случае слева представлен этюд. А справа то, что реально потом вошло в картину. Видим, что это уже один из последних этюдов. Тут очень похоже выражение лица. Вот, например, вот этого старца на вот этого. Ну и последняя интерактивная карта, которая у нас еще не появилась. И это вот такое ноу-хау, которое будет доступно только участникам сегодняшнего вебинара. А этого выпуска еще нет. Он появится только в июне. Но вот сегодня я уже частично вам его покажу. Так, а где же я хотел его вам показать? Одну минутку. Так, придется чуть-чуть подождать, потому что у меня пропало это изображение. Сейчас я быстренько его восстановлю. Это 63-й выпуск. Мы уже говорили про то, что у нас по Рафаэлю Санте был отдельный выпуск. А сейчас отдельное произведение его, Великая Афинская школа, представлено в виде интерактивной карты. И вот я вам даю ссылку на это произведение. Его еще, оно еще не опубликовано. Вот, и вам будет доступно некоторое время, там в течение недели примерно. Можете его смотреть. Вот, это одна из фресок, которую нарисовал, создал Рафаэль. Она посвящена философии. И называется, но правда это позднее название, называется Афинская школа, где перечислено большое количество философов, математиков, ученых, античности. Вот, можете ее посмотреть и заодно и посмотрите, что это за такая техника, которая называется интерактивное путешествие. Да, ну вот отрывок из этого выпуска. Здесь вот в частности представлен Сократ, нарисованный Рафаэлем. Вот, ну а здесь биография Сократа и его другое изображение. Вот, ну, по поводу, завершая наш вебинар, по поводу форм подписки. Для физического лица ортотека стоит достаточно дешево. В год 1400, за полгода 800 рублей. Подписаться можно через наш интернет-магазин. Ну, а для юридических лиц коллективная подписка за 20 тысяч в год. Обращайтесь к нашим менеджерам и вам ее подключат. Кроме того, вы имеете всегда доступ к открытым проектам ортотеки. Я перечислю здесь эти открытые проекты. Это уже упомянутое «Явление Христа народу». Это ранний, но совершенно замечательный выпуск, который называется «Книжная миниатюра». Где описываются книжные иллюстрации из очень многих стран. Вот это, например, индийская иллюстрация, совершенно не похожая на европейские. Это уже упомянутый мной образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Тот самый обширный, с более чем полутысячью изображений. Это выпуск, один из наших ранних выпусков, который называется «Искусство Китая». Это выпуск «Бубновый валет». Помните, я говорил, что с него, ну, может быть, не только с него, но в том числе с него начался русский авангард. Это «Последний день Помпеи». Интерактивная карта, можете ее посмотреть. Ее сделали бесплатным. Одно время это входило в подписку, но теперь это бесплатный демо-выпуск. Это выпуск Ивана Ивановича Шишкина. Ну и все. Семь, да, их, по-моему, или восемь. Вот даже в этом объеме, вы можете посмотреть, это примерно, ну, 15-20% от всего состава ортотеки мы открыли для общего доступа. Поэтому можете смотреть. Вот, собственно, и все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А пока вы готовите свои вопросы, я перекачаю файл. Так, что-то я здесь видел какой-то вопрос. А, нет, это был не вопрос. Так, давайте я тогда закрою эту, удалю эту презентацию. И еще раз ее закачаю на наш сервис. А, вы знаете, наверное, я ее еще и сохраню еще раз. Потому что действительно могли быть какие-то сбои. А вот теперь я ее добавляю. Так, вот она загружается. И примерно через несколько, через пару минут она будет доступна для скачки. Пока идет ее обработка, загрузка в вебинар. Это занимает, как правило, несколько минут. Около минуты, точнее. Ну, вот, да. Вот я снова поместил этот файл. Кому интересно, могут его скачать и воспользоваться теми ссылками. Ну, ссылок там немного. А, ну, может быть, теми изображениями. Да, я всегда говорю слушателям, что, пожалуйста, используйте все наши презентации, которые мы выставляем в вебинарах, с указанием авторства. То есть, если вы хотите провести внутри вашего вуза или библиотеки семинар и использовать наши слайды, ради бога, используйте. Ну, только просьбу указывать авторство и указывать компанию, компанию Директ Медиа и, желательно, наш бренд Директ Академия. Ну, что ж, коллеги, так, а что-то она пропала. Вот, снова появилась. Вот сейчас абсолютно точно в общедоступных ресурсах появилась презентация, которую можно скачать. Ну, что ж, коллеги, я с вами прощаюсь. Прощаюсь ненадолго. Надеюсь, вы ко мне придете на вебинар, который состоится в понедельник. И напоминаю, в начале чата есть ссылка на два вебинара. Десятого числа приходите послушать ректора крупного вуза Александра Наумова, который впервые у нас ректор в Директ Академии. Я думаю, мы и дальше будем приглашать интересных людей к нам проводить вебинары. Продолжение следует...